Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили нам новую рулетку, но в данном случае на кастомизацию машины здесь в виде главного приза нет. Во что обойдется вам данная рулетка? Данная рулетка обойдется вам, если вы хотите забрать прям все-все-все, я посчитал в 6230 голды. Реально, я считаю, что это глупо, особенно для тех ребят, которые не донатят в игру, и уж тем более, если вы не какой-нибудь там ютубер, которому Wargaming или Lesta начисляют миллионы голды для того, чтобы вы творили все, что хотите, то в целом данная рулетка однозначно не для вас, потому что сейчас за 5500, пускай какой-никакой, старик, но за 5500 можно взять себе ИСа 6, а здесь вы получаете кастомизацию гораздо дороже. Даже если вы рассчитываете на то, что вы заберете все призы важные, а неважные вам не выпадет, хотя исходя из тех процентов, которые здесь прописаны, понятное дело, что самый жир, а именно хранитель неба аж 006, то понятное дело, что хранитель неба навряд ли выпадет вам одним из первых. И даже в средине прокрута рулетки тоже он не выпадет, и даже если сильно повезет, то он выпадет где-нибудь предпоследним, ну в крайнем случае предпредпоследним. Сколько вы при этом сэкономите? 6,230, да минусом, грубо говоря, там 1000 голды 5,230, но даже если прям совсем повезет, но хотя нет, все-таки 14 прокрут полторушку стоит. Короче говоря, ребят, в любом случае дешево вся эта богодельня вам не обойдется. Стоит ли оно того? Давайте посчитаем. 6,230. То, что я считаю здесь годным, но это просто мое субъективное мнение, напишите свое в комментариях и не обижайтесь. Если вы любите кастомизацию, пожалуйста, любите, покупайте. Это ваше право, я за то, чтобы каждый кайфовал так, как хочет. Я же за сухой подсчет и рациональную трату голды и вообще любых ресурсов. Итак, самое годное то, что я здесь вижу, это хранитель неба и вот этот вот обвесик. Он редкий, но он довольно-таки симпатичный. На машине смотрится очень классно, и мне нравится он тем, что он реально добавляет какой-то реалистичности машины, а не какой-нибудь футуристичности, такой как хранитель неба. Просто хранитель неба это что-то такое, знаете, абсолютно не из нашего реального мира. Но мне в то же время хранитель неба очень нравится. Он действительно очень классно смотрится, летающий над машинкой. На втором месте для меня, наверное, будут летучие мыши над какими-нибудь соответствующими машинами, типа, допустим, там Дракулы, Хельсинга, либо того же самого Франкенштанга. Короче говоря, вот эти вот две штучки, они являются самыми ценными здесь, но их тяжелее всего вытащить. Вот эта вот приблуда, она стоит 1200 золота, если вы просто зайдете в кастомизацию конкретной машины своей, и там можете это себе приобрести. Хранитель неба, он действительно стоит бешеных каких-то денег. Но если вы потратите 6,230 на то, чтобы вот это все забрать, вот это вот отбросив, получается, что хранитель неба вам обошелся, если вот это вот не считать, а я лично осколки, допустим, считать вообще не буду, потому что их можно и так получить. То же самое касается Аватара, и вот эти Камо, они тоже не являются какими-то прям совсем редкими. А вот этих вот штук 20, наверное, разных было на разные уровни танков. То же самое касается этого Камо, я благополучно обменял их на осколки. Так вот, если вот это вы покупаете за 1200, то Хранитель неба вам обходится в 5030 голды. Стоит ли он 5030? Стоит ли, чтобы когда вы будете играть на какой-нибудь машине, допустим, 10 уровня, над вами болталась премиумная машина 7 уровня стоимостью в 5000 золота? Ну, не знаю. Я лично считаю, что нет. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по данным рулеткам. А если вы за честное мнение, а я никогда не буду агитировать вас, приобретать себе что-либо, то, что я лично считаю нерациональной тратой, ну уж тем более то, что потенциально может вас расстроить, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, возвращайтесь на мои видео, я всегда вам рад. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.